Ну прежде, ну прежде, мы увидим Розину, прежде мы увидим Розину, да, понимаете, Розину, да, я хочу пригласить на сцену Розину. Каватина Розины исполнит стажер Большого театра Хитоми Сомато, Япония. Аплодисменты. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Да, да, да. Как это слово такое? Ну, не важно. Короче говоря, то есть подчеркивая свои движения, свою фразу, свои мысли, да, я должен сказать, что каждый бас, который поет и Мефистофеля, и Бориса Годунова, и Галинского, и Сусанина, но каждый бас мечтает иметь в своем репертуаре вот эту роль, а уж эту арию всегда исполняют в концертах, и всегда она пользуется огромным успехом у публики. Я хотел сказать, что в гротесковом плане многие исполняют, то есть подчеркнутое какие-то движение. Часто это публику смешит, но, в общем-то, часто это и хорошо, это и для образа, очень ярко. Я пел во многих театрах и у нас, в России, и в Советском Союзе тогда еще. Пел во многих театрах Европы, очень-очень многих. Так что, и всегда, как-то это Дон Базилио принимался всегда, и с улыбкой, и со смехом, и с восторгом, я думаю. Вообще, музыка России не вызывает действительно восторг, и до сих пор во многих поколениях. Я вспоминаю слова замечательного драматурга и прозаика Стендаля, который сказал, «После смерти Наполеона у нас есть один только человек, это было сказано в конце XVIII века, как раз перед переходом к XIX, человек, который, имя которого известно везде, в Париже, в Генуе, в Калькутте далекой, как говорится, это в России, это Россия. Действительно маг, действительно кипучий талант, которого заприметли все. Но надо сказать, что сирийский цирюльник, первое представление сирийского цирюльника не вызвало восторга. Ну, бывает. Да, что интересно, считали даже, что фактически эта опера провалилась. Ну, Кармен. Да, Бизе и Кармен тоже самое. Да, слушатели не понимали этого. Хотя, вот со второго и третьего представления пошел какой-то нарастающий успех, и до сих пор это одна из самых репертуарных опер в мире. Всего мирового репертуара, как бы это взять, несколько, можно назвать только произведений, которые пользуются историей, мощным успехом и дают мощный посыл в зал. Действительно так. А мы сейчас вот услышим, надо сказать, чтобы правильно сказали абсолютно, что в России, к сожалению, в России очень мало исполняется. Я помню, несколько лет тому назад, может быть, 10 лет тому назад, привозила болгарская опера, болгарская опера, привозила итальянку в Алжирию. Труднейшие партии, труднейшая опера, но какая интересная, это совершенно... И вот мы в Большом театре слушали эту оперу. Там нужна ювелирная отделка, как говорится, деталей, при том, что колоссальная свобода звукоизвлечения, голос. То есть там столько требований художественных, что, конечно, ее очень трудно ставить. Чтобы исполнять России, ну, должна быть самая высокая культура музыкальная и у дирижера, и у режиссера, и у солиста. Я вот помню, вы знаете, Золушка у нас в Большом театре шла, итальянцы стали, ласкала. И когда запели они свой этот ансамбль, я сидел с открытым ртом. Я улыбался, а потом уже от того, как они это все делали, я даже начал хохотать. Настолько это было очень впечатляюще. Мастерски, мастерски, да, конечно. А вот сейчас мы послушаем еще одну каватину, на каватину уже Семирамиды, из оперы Семирамид России. Вот эта опера почти не идет. Вот, Александр, у нас это не шло точно абсолютно, это я знаю. И во многих странах мира это очень редко ставится. Опера очень трудная. И надо сказать, что здесь и образ такой такой же многом, это вот ассирийская царица, царица прелестная, царица очень коварная. Вы помните по истории, это 9 век до нашей эры, когда она известна тем, что она в завоевательных походах везде побеждала. Семирамида. А еще известно то, что она в свое время создавала вот эти вот седьмое чудеса, седьмое чудо света, висячие сады в Авивоне. Это вот все принадлежит Семирамиде. Вот образ очень многоплановый, образ очень интересный, многолитий. И у Россини он лишен, так, как говорится, он лишен каких-то красок обычных. А он в каждой речитации Семирамиды, там столько красок, там столько оттенков натуры ее и оболстительной, и мрачной, и злой, и ненавистной, и вместе с тем это совершенно оболстительная женщина. Вот вы послушаете. Гаватину Семирамиды поет Хитоми Сомато. Гаватину Семирамиды поет Хитоми 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 Семирамид Субтитры подогнал «Симон» 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 Звучит музыка. 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 Звучит музыка.